Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами очень интересный женский предмет, а именно боди. И я выбрала Adele, это моделька Plus Size. Можете данный шаблон скачать по ссылке под этим видео. Мы начинаем. Я приближаю именно ту часть, которая мне нужна, а это торс. Блокирую слой, на котором у меня находится шаблон, выбираю инструмент пером. И убираю у него цвет заливки, оставляю цвет 1 пункт и толщину линии. Почему мне нельзя рисовать? Потому что я не создала новый слой. Создаю новый слой и поехали. По сути, боди это купальник, который может выглядеть как футболка, как буска, здесь застежкой. Поэтому мы с вами и будем рисовать боди с длинным рукавом. При этом он будет у нас облегающего силуэта. Значит, мы подчеркнем всю красоту нашей с вами прекрасной дамы. Здесь, в отличие от того шаблана, который я использовала достаточно часто, у меня нету линий купальника. Поэтому придется эти линии делать самостоятельно. Я думаю, что мы справимся. Ничего страшного с этим не случится. Так, здесь у меня будет крыла видно. Кстати, чем отличаются часто боди? У них достаточно глубокие вырезы бывают. Поэтому не будем отходить от данной прекрасной традиции. Так, здесь тоже надо посмотреть форму обязательно. Оно будет прилегающее, чтобы было удобно в брюках или в юбке. В зависимости от того, с чем оно будет носиться. Ну, с теми же джинсами это все прекрасно сочетается. Так, нарисовали. А теперь у нас рукавчик. Так, смотрим. Смотрите, я буду делать из материала лапша. Такая тоненькая рубочка. Маленький. Вот, поэтому... Сейчас... Нарисуем сначала основу, а потом уже сам материал. А лапша тоже нарисуем. Так, здесь собрали. Что еще у нас будет интересненько? Смотрите, немножко я вылезла за контур, но это не здорово, да? То есть у вас рука получается... И она без всего. Нет, так не будет. Вот так. Так, здесь в облипочку, здесь немножко свободнее. А я бы хотела, чтобы у меня, у моего пола... Ой, у моего боди, прошу прощения, я оговорилась. Была бы горловинка с застежечкой. Так, скопировала объект. Сейчас мне немножечко... Вот так вот. Это чуть-чуть вниз, это чуть-чуть наверх. Все прелестно. Так, выбираем. Это я тесьму пытаюсь сделать по горловине. Понимаю, что пока ничего не понятно. Сейчас, когда я ее проляпаю на место, вы увидите, что я такое... Пытаюсь так долго себя изобразить. Так. И вот так. Да. Вот. Окно. Обработка контура. Теперь все это вместе выбираем. Разрезаем. Правой кнопочкой разгруппировать. Лишнее убираем. И ради вот этой штучки все издевалось. Вот так. Да. Так мне и нравится. Теперь выбираем все это вместе. Берем инструмент зеркальное отражение. Ставим на центр центральная линия. Начинаем вращать. Нажимаем Shift. Нажимаем Alt. Отпускаем сначала кнопку мыши, потом Shift и Alt. Это важно. Иначе у вас не получится фокуса. Так. Теперь здесь сливаем. Попарно сливаем вот эти штучки. Тесемочка. Тесемочка должна быть у нее единый. Слили. И что еще я хочу? Чтобы у меня вот здесь была планочка. С пуговками. Я беру, делаю эту планочку. Той толщин, которую я считаю нужной, правильной. Или то, которая у меня задумана. Выбрать свое, подставить. Вот такая планочка. И на них будут кнопочки. У кнопочек сейчас толщину поправим контуром. Давайте сделаем их не такими, а прям красивыми бельевыми. Какие красивые бельевые обычно у нас. Правильно. В виде бублика. Ободочек такой, который мы видим. Соответственно, сейчас мы сделаем ободочек. CTRL-C, CTRL-B. Все у меня получилось. Вон там их два. Теперь разрезаем. Разгруппировываем. И центр бублика удаляем. Вуаля! У меня получилась прекрасная штучка. Сейчас мы немножечко подгоним под размер. Маленький секрет. Если у вас такая деликатная вещь, то можно толщину контура немножечко снизить. Тогда будет у вас смотреться намного более элегантно. Не забывайте об этом интересном приеме. Теперь у нас наверх. Скажем, два. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Пять маленьких таких кнопочек у нас с вами размещено. Ну и естественно, что я забыла. Я забыла сделать заливку. Теперь нам нужна с вами двойная строчка. Потому что вот здесь у нас будет с вами обработка под распашив по низу рукава. Так, что-то я заблудилась. Мне нужна пунктирная линия. Одна. И вторая. Это у нас с вами трикотажик. Поэтому и обработка у нас будет совершенно трикотажная. Вот так. Так, вниз. Чтобы было две параллельные линии. Можно и по-другому рисовать. Но так самый, как бы такой простой способ. Подзеркаливаем сюда. Чуть поправить. И естественно, вот здесь у нас тоже с вами будет обработка. Скорее всего, это будет распашив. А если это будет распашив, то снаружи мы будем его видеть как две. Такие вот параллельные отстрочки. Не забываем его сюда расположить. Сейчас мы его тоже отзеркалим. Почему я через сверху зеркалю? Я здесь вижу центральную линию. Так с этим связано. Здесь ее нет между ножек. Вот смотрите, у нас получилось. Такое боди. Чем-то похоже на купальник. Но это боди. Можно отдельно еще показать его плоско, чтобы показать, как у него там выполнена застежка. Потому что застежки тоже бывают по-разному сделаны. И вот отдельно, конечно, нужно проговорить и сделать акцент на том, как же оно у вас застегивается. А сейчас мы его выберем. Сделаем копию. Что я опять забыла? Я опять забыла его сгруппировать одно. Сгруппировать второе. И давайте сделаем ему заливочку. Я хотела сделать заливку. Ну, например, оно у нас будет с вами телесного цвета, но в рубчик. Соответственно, убираем. Нам нужно подобрать телесный цвет. Я обычно здесь подбираю. Можно подбирать, например, через образцы. Можно через палитры. Вообще водополюстартер очень большая вариативность того, как можно подобрать цвет. Потом можно все равно его немножечко поменять. А поскольку это будет у нас тонкий рубчик, мы сейчас с вами здесь нарисуем еще линию. А что дает нам рубчик? Рубчик дает нам тень. Соответственно, и тенюшку мы туда сейчас дорисуем, чтобы она у нас была. Тенюшечком будет вот здесь у нас с вами. Очень такая нежненькая. Потом сейчас все это сожмем. Все это будет смотреться совершенно изумительно. Так, ну нет. Это очень грубо. И это тоже мне не подойдет. Вот так. Теперь даем некоторую непрозрачность этому удовольствию. И сжимаем это все. Вот оно вот так у нас будет мелькать. Очень красиво. Так. И как же это все будет мелькать? Да очень просто. Мы с вами делаем два наклик. Выбираем нашу с вами основу. И делаем заливочку. Только заливку основы. Вот так. И у нас получился боди в рубчик. Мне немножко не нравится ярковато. Поэтому, во-первых, я сейчас немножко рубчик потолще сделаю. А во-вторых, вот эту линию, которая у нас изображает, конечно, сам рубец, мы ее сделаем немножко непрозрачной. Тогда будет смотреться все намного мягче. Пробуем создать еще одну заливку. Но в целом, смотрите, как очень интересный, красивый эффект получается. Вот так. Вот, помягче. Теперь здесь не забыть сделать поворот. И поворачивать мы будем с вами только рубец. Не хочешь показывать мне, да? Как будет он крутиться? Что-то не вредничает и не хочет показывать. Сейчас мы ее попросим еще раз. Ну, пока живи. Объекты вращаешь. Рубчик не хочешь. Так. Завредничала. Давай на клик. Выбираем. И вот так. Так. Давай на клик. По инструменту поворот. И вот так. А вот эта вот маленькая коррекция угла, она дает очень интересный такой эффект. Потому что, ну, прям смотрится сразу по-другому. Смотрится, что да, вот здесь вот с наклоном, да. Так, какой там у нас цвет-то был? Основной глотой. Этот цвет мы сейчас сюда запомним. Вот так. И зальем им. Залью гладким цветом. Зачем? Чтобы было, ну, поинтереснее эскиз смотрелся. Такая в чем-то хитрость, да. Когда вот здесь все-таки будет гладенько залить. Можно, конечно, вот этой ребристостью залить. Но так, ну, смотрите, как красиво получается все очерчивает. Вот такая у нас получилась штучка боди. Это лишнее убираем. Не забывайте всякие мусоры убирать. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал и поставить уведомление колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Каждый вторник мы рисуем эскизы. Если у вас появились вопросы или вы хотите предложить, что порисовать, пишите все в комментариях. Я обязательно все это читаю, отвечаю и делаю видео, потому что вы у меня просите. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok